Всем привет! Совсем недавно меня спрашивали в видео о плюсах и минусах мопсов. Первое. Мопсы линяют. Да, это так. Некоторые собаки линяют в меньшей степени, другие очень сильно линяют. В общем-то, многое зависит от питания, от ухода. Что касается линки, также можно вычесывать фурминатором ежедневно. Раз в неделю я вычесываю. Раз в неделю. И в периоды активной линки, то есть это весной и осенью, практически каждый день. Что касается питания, для этого нужно делать отдельное видео, но я расскажу вкратце. Питание у мопса должно быть особенное. Это либо полностью натуральное питание, сбалансированное. Диета, как при похудении или как для диабетиков, ничего сладкого, сильно соленого, жареного, мучного и так далее. Сложность в подборе натурального питания состоит в том, что на многие продукты у мопсов аллергия. Например, чаще всего аллергия бывает на курицу. Я кормлю своих собак сухим кормом. Он сбалансирован и не требуется никаких дополнительных витаминов. Мопсы, в отличие от других собак, сколько я повидала, сколько наслышано от других хозяев, очень и очень привязаны к вам. То есть нельзя просто так пойти в ванную и принять душ, если собака не рядом с вами, не рядом с вашей дверью или не внутри ванны. То есть это собака, которая требует максимум внимания на себя. Уход за мопсом в целом не особо отличается от ухода, как за другой собакой. То есть это чистка ушей, стражка когтей, протирание глазок. И единственная особенность у мопса – это протирание складки. Если нет проблем с питанием, нет проблем с аллергией, нет никаких болезней, то складку протираю, я не знаю, я протираю обычно 2-3 раза в месяц сухим ватным диском. Если есть какая-то грязь, прыщик, то протираю ватным диском с хлорокексидином. Мопсы никогда не проявляют агрессию. Ради скорой исполнится 2 года, и за это время она никогда, ни разу не позволила себе зарычать на кого-то из членов нашей семьи или на кого-то из чужих людей. Она никогда не лаяла злобно на кого-то. То есть это самая добродушная собака из тех, кого я когда-либо встречала. Мопсы – это пищевики. С рождения их нужно отучать, просто подбирать что-либо на улице, что-либо с пола, иначе вы просто замучаетесь и, не дай бог, потеряете свою собаку из таких людей, как док-хантеры. А еще мопсы нереальные по прошаге. Вы только взгляните в эти глаза. Отказать им не все могут. Но если вы по-настоящему любите свою собаку, если вы заботитесь о ее здоровье и хотите, чтобы она прожила с вами намного дольше, то вам придется просто не обращать внимания на эти взгляды. И в конечном итоге собака просто перестанет пытаться что-то выпрашивать у вас. Но в моем случае девочки не стесняются просить что-то у гостей. Но каждый гость в моем доме прекрасно знает, что угощать собаку ничем нельзя. Несмотря на то, что это маленькая собака, с ней тоже нужно заниматься, ее тоже нужно воспитывать. Правила приличия должны соблюдать все собаки. Есть люди, которые говорят о том, что мопсы – глупые собаки. На самом деле на каждый такой комментарий мне очень хочется ответить, что не бывает глупых собак. Бывают глупые хозяева, которые не могут объяснить своей собаке каких-то элементарных вещей. Самую последнюю минуту этого видео я посвящу мифам и легендам, которые складываются о мопсах. Первое – это правда ли, что мопсы постоянно хрюкают, пухают и храпят. Нет, это реально не правда. Все зависит от конкретной собаки. И, конечно же, от состояния здоровья. Например, мои собаки практически не храпят. То есть среди ночи я могу проснуться, не услышать никакого звука и даже пытаться как-то разбудить, думая о том, что что-то не так. По поводу хрюканья тоже все индивидуально. Есть собаки, которые действительно очень много хрюкают, просто потому что так. Есть собаки, которые хрюкают из-за огромного количества лишнего веса. Им просто тяжело дышать, и это уже даже не смешно. И по поводу пуканье – все абсолютно как у людей. Если собака что-то не то съела, если корм ей не подходит, она будет постоянно-постоянно пукать. Если все отлично, то ничего такого нет. Следующий вопрос. Правда ли, что мопсам нельзя носить ошейники, потому что у них вываливаются глаза? Я уже снимала на самом деле видео на этот счет, и могу сказать, что нет, они не вываливаются. Кто мне вообще это сказал? Я очень надеюсь, что мое видео помогло вам с выбором, и вы все-таки осуществите свою мечту, приобретете мопса. А если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях, я с удовольствием отвечу. По любому вопросу по питанию, по уходу, по каким-то другим нюансам, по характеру, все что угодно. Все, что вам придет в голову, задавайте любые вопросы. Всем спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!